Несколько невылоевых жестов и я преображаюсь в боливийского шахтёра. Вуаля! В боливийской шахте я диагностировал у себя клаустрофобию, вернее её разновидность. Спелеофобию, боязнь пещер и штреков. Чувство жуткое, ты протискиваешься по узкому коридору, задевая головой свод. Через полчаса хода поднимаешь голову, отрывая глаза от пола и понимаешь, что ты не можешь дышать, что тебя расплющивают стены. Ты как сыр в сэндвиче, который кто-то сжимает пальцами и готовится разжевать. Тебя охватывает паника, но дать ей волю нельзя. Кто будет получить тебя бежащего и горчащегося к выходу в километр с гаком? Помогла кока, одного листика хватило. Странно, что расположены у подножья Ант, это, наверное, не очень распространено. А вот в тех, что лежат на высокогорье, это дело совершенно обычное. К завтраку здесь подают листия коки, потому что это единственный и основной способ борьбы с горной болезнью. Сорочи. Буду ждать эффекта. И судорогой схваченные легкие расправились, задышали. Хотя, какой задышали? Штреки хоть и глубоки, но пробуравлены на высоте в 4 километра. В общем, только паника попустила. В баллийских шахтах добыча ведется вручную. Грузят вагонетки, выкатывают их без применения какой-либо механической тяги. Крушат породу динамитом. Почти все мужское население Патаси работает здесь. Говорят, находят свитки в 10-20 кило. Тогда счастливчик ударяется в гульбу, покупает дом-курятник и спутниковую антенну. А через полгода возвращается в шахту и о недавней удаче напоминает только тарелка на крыше бетонной коробки размером с холодильник. Говорят, испанцы привезли сюда негров, но они в шахтах перемерли. Индейцы прижились, и правительственный закон дает право старать серебро любому. Ну, только что теперь делают это не в одиночку, а артелями-кооперативами. Ну, смертность здесь, как в любых шахтах, повышенная. То есть, обычная горно-рудная, помноженная на индейскую безалаберность. Подозревают, из мер техники безопасности здесь знают и соблюдают только одну. Приносят жертву хозяину подземного серебра, его величеству дьяволу. Чтобы шахтерский дьявол выпустил из шахты, необходимо сделать ему подарочек. Подарочек может быть только один. Сигарета. Я не курю, но на сей раз пришлось наступиться правилами. Его изваяние стоит в отдаленной пещере, которая случайно была вскрыта взрывом. Добираться туда надо из щели в щель, переползая, сквозь какие-то прорехи в горных кишочках, ныряя вниз в местах, где шахтная требуха прокудилась, и можно провалиться из двенадцатиперстной слепую. И вот вы где-то в районе сфинктера, а по запаху так и в нем самом. Дьяволу подкуривают вонючую горнятскую сигарету, а к ногам складывают приношения. Коку, газировку, курева про запас. Интельцы Боливии – это очень особенные католики. У них в одном пантеоне Дева Мария, Пача Мама, Христос и Люцифер. На самом деле, зачем ссориться с Богом, особенно если он злой и опасный? Святая Инквизиция сожгла бы их или залудила бы на каторжные работы, хотя шахтеры и так сжигают себя силикозом со спиноломным трудом. Выходит, индульгенцию они всяко заслужили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!